В 1950-е годы Территория современного базарансазганского района Была буквально усыпана деревнями Но постепенно их число сокращалось Одной из причин стала хрущевская политика В отношении сельского хозяйства Небольшие колхозы и совхозы присоединялись к более крупным А с личным пособным хозяйством шла настоящая борьба Одним из тех поселков, что начал приходить в упадок Стал Никольский, или как его называли жители окрестных сел Эстонцы Второе название объясняется просто На рубеже 19-20 веков поселок основали несколько эстонских поселенцев Которые приехали сюда с берегов Балтики от малоземелья Как рассказывают бывшие жители Четверо мужчин выкопали землю у помещика по фамилии Никольский В честь которого поселок и получил свое название Постепенно сюда переехали несколько эстонских семей То, что это эстонцы, можно было легко понять по фамилии Лип, Ласберг, Пусеп, Соне, Ускеру, Нап, Симберг, Кангру В середине 20 века в селе было более двух десятков дворов Где жили более ста человек Как эстонцев, так и русских Поселок был средний, не очень большой Две улицы было Вот Был колхоз Было стадо коров Стадо лошадей Так получилось, что поселок, переживший две мировых войны В которых участвовали его жители Не смог пережить мирное время По воспоминаниям бывших жителей Сильным ударом стала именно хрущевская политика Колхоз Свет, находившийся здесь Присоединили к соседнему хозяйству А барабаш частными подворьями Вообще рушил весь привычный уклад жизни эстонцев Поэтому с 50-х годов прошлого века Жители Никольского начали постепенно покидать родной поселок Последний житель уехал отсюда в 1977 году Еще в 60-х годах прошлого века У меня за спиной было много домов Здесь кипела жизнь Люди работали Учились В первую очередь эстонцы Которые и создали этот поселок Сейчас о том, что здесь когда-то была деревня Напоминает только несколько заброшенных яблонь Чуть стороне от того места, где когда-то стояли дома Еще можно найти следы бывшего колхоза Это развалины фермы Которые еще не успели зарасти деревьями Эти развалины последнее, что напоминает о поселке Никольский Раньше здесь был конный двор Построенный, судя по всему, в годах в 50-х или в 30-х Во всяком случае, кирпич на нем не похож на современный Кирпич здесь действительно необычный Квадратное сечение, какое сейчас не делают Кроме осадков конного двора Есть еще и фундамент неких хозяйственных построек Но, пожалуй, главным следом того, что в этом месте когда-то жили люди Является кладбище Небольшой погост условно разделен на две части Православную и протестантскую Которые можно легко различить по формам крестов Эстонские могилы выделяются четырехконечными крестами К сожалению, где-то на гробе уже упали А памятных надписей на них не было Так что узнать, чьи останки там лежат Теперь уже, наверное, не представляется возможным Но большинство могил все-таки ухожены Их регулярно навещают родственники усопших Да и вообще, говорить, что место бывшего поселка Никольский забыто Нельзя Уже в 1980 году, в начале августа Здесь впервые решили собраться его бывшие жители Спустя пять лет прошла вторая встреча И с тех пор они стали ежегодными Традиционно первой сюда приезжает семья Лип А уже следом за ними едут все остальные Причем среди тех, кто съезжается в Никольский, до сих пор могут быть тех, кто здесь родился Больше 20 человек, кто приезжает Именно вот кто-то тут родился И поэтому приезжает, не взирает на погоду, на время, на что угодно Тянет родина Тянет и все География тех, кто в разные годы бывал на этих встречах, тоже очень велика Традиционно большинство это те, кто живут поблизости Жители Базарного Сазгана, Барышского района Поселка Фламы и Широкий Ульяновского района Многие приезжают из соседней Самарской области А в разные годы добирались гости из Эстонии и даже из США Из всех уголков планеты, куда раскидал эстонцев из Никольского Причем съезжаются на встречу по нескольких десятков человек Как-то раз число собравшихся перевалило за 80 Причем едут сюда уже не только враженцы, но и их дети и внуки Я помню, с детства нас брали сюда Маленькими детьми было очень интересно Ждали весь год это событие Здесь собирались родственники, друзья, те, кого не знал, знакомились Костер, палатки, волейбол Речка здесь рядом, мы городили пруд Очень было интересно По мнению членов семьи ЛИП, эти встречи будут жить еще долго Потому что уже их дети также ждут и просят сюда Место памяти их отцов и дедов продолжают молить Игорь Улитин, Анатолий Рассокин Новости Управа ТВ Анатолий Рассоé